По Аламединскому району осталось всего два участника Великой Отечественной войны. И сейчас особое внимание уделяется их здоровью. В преддверии Великой Победы представители местного самоуправления навестили настоящих героев современности. Сегодня в Аламединском районе празднуется 76-летие Великой Победы. На данный момент по Аламединскому району осталось два ветерана. Мы оказываем всевозможную помощь нашим героям. Ветераны из Озерной мы помогли сделать ремонт, обустроить дом. Эта помощь оказана и Лукмату, а также обычными жителями. Эргашу Юсупову, который отправился на войну еще в молодости, сейчас 97 лет. В 1943 году он был призван на фронт, где пережил самые тяжкие моменты своей жизни. После окончания войны он также участвовал в восстановлении разрушенных войной городов. В 50-е годы он женился на Таджичке. У нее и у него есть пятеро детей, 20 внуков и больше 50 правнуков. Уже на протяжении 35 лет мы живем вместе с отцом. Сама я вышла замуж 43 года назад. Мы довольны своей жизнью. Самочувствие ветерана на данный момент удовлетворительное. Он прочитал гостям стихи, написанные во время войны, и богословил их. А 97-летний ветеран Семен Мажуев отправился на поле боя в 19 лет. И на протяжении 7 лет он служил родине. И сегодня хозяева дома предоставили гостям праздничное настроение, показав небольшой концертный номер. Деду было 19 лет, когда он ушел, его призвали на фронт. И он был на границе, он служил 7 лет на границе. Пришел, женился, завел троих детей, потом пять внуков. Сейчас, в данный момент, восемь правнуков. В этом году, вот, 98 в сентябре будем отмечать. Дай бог, куда им верся все это самое. Ну, потихонечку. Спасибо вам большое. Спасибо нашему правительству. Спасибо, что не забывает никто. Всегда приезжают. Не только на 9 мая. Всегда и на Новый год. Перед Новым годом. Всегда приезжают. Поздравляю. Из года в год ветеранов войны становится все меньше и меньше. И поэтому нужно о них заботиться и беречь. Местами так, что захоронения происходили. Нагима Ахубанчбекова, Бексултан Мурадилов, СТВ. Это тормозило даже победным войскам.